Как вырастить лес за несколько месяцев, развести экзотические виды растений и спасти те, которые погибают? Ответы на эти вопросы у молодых ученых из Республики Мариэл. Республика вошла в число пяти регионов, где реализуется экспериментальная программа по разведению растений методом микроколонального размножения. Проще говоря, клонированием. Буквально на днях первые ценные генотипы древесных растений были высажены на плантации. Все подробности в нашем материале. Этот саженец высажен на плантацию две недели назад. Чувствует он себя хорошо. Видно, что он адаптировался. Саженец за саженцем и учебно-опытный участок исследуются по квадратам. Для Елены Лобановой, инженера охраны защиты леса, каждое деревце на особом счету. Еще бы. Эта плантация стала первой в Мариэл, где высадили клонированные саженцы осины. Всего 1200 штук. Каждый обладает совершенными свойствами. Эти деревья будут обладать более ценными качествами, ускоренным ростом, устойчивостью к заболеваниям, по сравнению с естественными насаждениями, которые у нас в Республике уже есть. Таинство рождения клонов происходит в стерильных лабораторных условиях. В этой комнате больше похожей на мини-лабораторию. Причем за дело здесь берутся только чистыми руками, в перчатках. В ход идут скальпели и пинцеты. Вот это, на первый взгляд, похожее на кинзу травка, лучшие формы березы. За 10 дней в питательной среде они достигают 10 сантиметров. И каким бы ни был по счету клон, он каждый раз оказывается моложе оригинала. Наиболее главным преимуществом данной технологии является то, что получаемые растения являются абсолютно стерильными. То есть они не содержат в своем составе никаких патогенов. То есть они не подвержены заболеваниям грибной инфекции, бактериальной инфекции. И самое главное – это вирус. Потому что только эта технология позволяет избавить растения от вирусной инфекции. Лаборатория микроколонального размножения растений создана на базе «Волготеха» пять лет назад. Все это время ее специалисты повышали коэффициент размножения. Так, в этом году было создано 22 новых генотипа – 8 осины и по 7 березы и ивы. Все это универсальные деревья. По прогнозам ученых, за 15 лет клонированные деревья должны достичь 28-метровой высоты и 30 сантиметров в диаметре. Эти показатели в 2-3 раза превышают естественные. Работы ведутся под эгидой Института биорганической химии имени академика Шемякина и Овчинникова – это Российская академия наук. То есть они получили финансирование на создание пилотного проекта в размере 300 гектар по Российской Федерации. То есть у нас в республике в этом году будет создано 40 гектар таких лесных плантаций. То есть общее количество посадочного материала, примерно где-то порядка 90 тысяч на них будет высажено. Это не генетически модифицированные организмы, это организмы полученные в результате селекции, селекционных процессов. На учебно-опытном участке, который отдали ученым для посадок, они следят, на каком грунте и как развиваются разные виды растений. В траве едва можно разглядеть маленькие осины. К счастью, прижились практически все. На руку ученым-селекционерам влажное лето этого года. Они ожидают отмирания не более 10% посаженного материала. Впрочем, удастся ли эксперимент, будет известно лет так через пять. А пока сотрудники лаборатории продолжают развивать и усовершенствовать технологию микроколонального размножения растений. Они говорят, все чаще к ним обращаются люди с просьбами вывести здоровый сорт тех или иных саженцев. Например, совсем недавно горноморийские фермеры заказали лаборатории вывести картофель из пробирки, который не будет болеть.